Какие изобретения и открытия сделали мусульмане? Несмотря на предвзятое и часто неприязненное отношение к мусульманам, они многое дали миру. Тем, что мы сегодня пьем кофе, и тому, что в ресторане нам подают обед из трех блюд, и потом приносят чек, мы обязаны именно мусульманам. Что же подарил нам изобретательный исламский мир? В первую очередь кофе. Согласно одной легенде, араб Халид пас своих овец в кафе, регионе Южной Эфиопии, и заметил, что животные становятся энергичнее, когда едят определенные ягоды. Собрав их, Халид сварил первый кофе. Первые сведения о вывозе зерен касались экспорта кофе из Эфиопии в Йемен. Уже в 15 веке его завезли в Мекку и Турцию, откуда кофе попал в Венецию в 1645 году. В Англию зерна привез турок Паскуа Руси в 1650 году и там же открыл первую кофейню на лондонской улице Ломбард. Путь слова кофе весьма длинный. Арабская кагуа превратилась в турецкое кахуа. Итальянцы переняли его как кафа. У англичан появилось слово кофе, а у русских кофе. Идем дальше. Камеру тоже изобрели мусульмане. Древние греки считали, что глаза испускают свет и видят люди благодаря этому. О том, что на самом деле свет проникает в глаза, догадался Ибн Аль-Хайтам, мусульманский математик, астроном и физик, живший в X веке. Наблюдая за тем, как свет проникает сквозь щели ставней, он заметил, что чем меньше была щель, то тем лучше была видна картинка. И после этого он изобрел первую камеру Абскуру. Камара в переводе с арабского обозначает темная или отдельная комната. Также считается, что Аль-Хайтам первым перевел физику из разряда философской науки в экспериментальную. Конечно же, мусульманы помогли нам играть в шахматы. А в шахматы играли еще древние индийцы, но игра значительно отличалась от той, которую мы знаем сегодня. Современный вариант шахмат появился в Персии, откуда и распространился на запад в Европу. В X веке в Испании игра была введена маврами. Парашют За тысячу лет до братьев Райт идея создать летательный аппарат пришла в голову мусульманскому поэту, астроному и инженеру Аббасу Ибн Фернасу. А в 852 году он спрыгнул с крыши мечети в свободно развивающемся плаще с прикрепленными к нему деревянными дощечками. Фернас надеялся, что будет парить, как птица, но у него не получилось. Плащ замедлил падение и стал чем-то вроде первого парашюта. И ученый отделался легким испугом и незначительными ушибами. В возрасте 70 лет, усовершенствовав свой аппарат, Фернас повторил свою попытку, спрыгнув с горы. Ему удалось продержаться в воздухе 10 минут, но в итоге он разбился при приземлении. Дело в том, что к своему аппарату он не приделал хвост. Вот также очень интересно мусульмане придумали нам мыло и шампунь. Ежедневное купание – одно из требований ислама. Возможно, именно поэтому мусульмане занимались улучшением рецепта мыла. Известно, что подобие мыла было и у древних египтян, и у римлян. Но именно арабы догадались смешивать растительные масла с гидрооксидом натрия и ароматическими соединениями. В Англии шампунь появился в 1759 году, когда некий мусульманин открыл баню в Брайтоне. Современная химия. Ябир Ибн Хаян – ученый, превративший алхимию в химию. В IX веке он открыл процессы, которые до сих пор используются в современной науке. Дистилляция, кристаллизация, плавление, рафинация, окисление, выпаривание и фильтрация. Хаян открыл серную и азотную кислоты и изобрел перегонный аппарат, благодаря которому в мире появились алкогольные напитки и ароматы, используемые в производстве духов. Коленчатый вал. Коленчатый вал – устройство, превращающее ротационное движение в линейное, изобрел мусульманский инженер Аль-Джазари. Одно из самых важных изобретений механики, до сих пор являющейся одной из основных составляющих частей современных машин. Первоначально использовалось в ирригации. Из книги инженера ясно, что он изобрел либо усовершенствовал вентили и клапаны, а разработал первые механические часы. Аль-Джазари можно считать отцом робототехники. Кстати, замок с кодом – тоже его изобретение. Стрельчатая арка. Стрельчатая арка – характерная черта европейских готических соборов. Но идея таких арок была позаимствована из мусульманской архитектуры. Она была крепче полукруглой арки, используемой римлянами и норманами, и, соответственно, позволяла строить более высокие и сложные здания. Также европейцы переняли у мусульман идеи конструкции ребристых сводов и круглых окон-розеток. Европейские замки стали копией мусульманских, с их бойницами, барбаканами и квадратными башнями. Например, архитектором замка Генриха V был мусульманин. Также мусульмане изобрели хирургические инструменты. Многие современные хирургические инструменты, включая скальпели, медицинские пилы, шпицы, тонкие ножницы, остались такими, какими их придумал мусульманский хирург Аль-Захрави. Именно он обнаружил, что кетгуд, используемый для наложения внутренних швов, рассасывается в организме естественным путем и может быть применен при производстве медицинских капсул. В XIII веке, за 300 лет до Вильяма Гарвея, мусульманский врач Ибн Нафис описал процесс кровообращения. Мусульманские врачи изобрели анестетики и полую иглу для экстракции катаракты. Ветряная мельница. Ветряную мельницу арабы изобрели в 634 году и использовали для перемалывания кукурузы и снабжения водой. В арабских пустынях единственным источником энергии был ветер, месяцами дующий в одном направлении. И этот источник использовали на полную мощность. У мельниц было 6 или 12 крыльев, покрытых тканью и пальмовыми листьями. В Европе первые ветряные мельницы появились только через 500 лет. Прививка. Первыми идею прививки предложили не Дженнер и Пастор, а как раз мусульмане. В Европу эта техника пришла из Турции в 1724 году, где в Стамбуле на эту процедуру обратила внимание жена английского посла. В Турции детям делали прививку от ОСПы за 50 лет до того, как вакцинацию открыли европейцы. Авторучка. Первую авторучку придумали два султана в 953 году. Правитель потребовал ручку, которая не пачкала бы его одежду и руки. Тогда система подачи чернил к кончику ручки была такой же, как и сейчас. Следуем далее. Система нумерации. Вероятно, система нумерации, которую используют во всем мире, происходит из Индии. Но форма чисел арабская. И впервые появилась в печатном виде в работе мусульманских математиков Аль-Хваризми и Аль-Кинди в 1825 году. Прототипом слова-алгебра стала книга Аль-Хваризми, причем принципы, описанные в ней, до сих пор используются. Результаты работы мусульманских математиков, включая алгоритмы и некоторые теории тригонометрии, попали в Европу только через 300 лет. Открытый Аль-Кинди частотный анализ послужил основанием для развития современной криптографии. Обед из трех блюд. Концепцию обеда из трех блюд, супа, после которого едят мясо или рыбу, за которым следуют фрукты и орехи, принес в IX веке с собой из Ирака в Кордову Аль-Ибн-Нафи. Он также ввел в обиход хрустальные стаканы, изобретенные, кстати, уже упомянутым Аббасом Ибн-Фернасом. Не обделим, конечно же, вниманием и открытием мусульманов ковры. Ковры у средневековых мусульман считались неотъемлемой частью рая. Техника ткачества была довольно развита, постоянно появлялись новые краски, да и само искусство ткачей было не на последнем месте. В Европе же полы покрывали плетеными половиками, под которыми вследствие плохой уборки была куча мусора, кости и другие вещи. Неудивительно, что арабские персидские ковры быстро и надолго прижились. Чек. Если бы не мусульмане, чеков бы у нас не было бы. Само слово «чек» пришло от арабского «сак», который означает «письменное обязательство оплатить товар при доставке». Необходимость в чеках возникла из-за того, что перевозить деньги на большие расстояния было весьма опасно. Уже в IX веке мусульманские бизнесмены могли обналичить чеки, выписанные на багдадские банки. Земля-шар. В IX веке уже многие мусульманские ученые считали, что Земля имеет форму шара. По словам астронома Ибн Хазма, доказательством служил тот факт, что Солнце всегда находится вертикально к определенной точке на Земле. Это было за 500 лет до того, как об этом догадался Галилей. Вычисления мусульманских астрономов были настолько точны, что они ошиблись меньше, чем на 200 километров при определении длины экватора. Торпеды и ракеты. Хотя китайцы и изобрели порох из селитры и использовали его в фейерверках, именно арабы догадались очистить его калиевой селитрой и применять в военных целях. Мусульманам удалось напугать и крестоносцев своим оружием. Уже к XV веку они изобрели ракету, самодвижущееся изгорающее яйцо, как они называли его, и торпеду, самодвижущуюся грушевидную бомбу со стрелой на конце, которая взрывалась во вражеских кораблях. Ну и напоследок сады. В средневековой Европе были огороды, но именно арабы рассматривали сад как место для отдыха и медитации. Первые королевские сады такого рода появились в XI веке в мусульманской Испании. Родина гвоздик и тюльпанов тоже, кстати, мусульманские страны. На этом все. Впереди у нас еще много интересных выпусков, так что всем до скорой встречи.